Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Организовали поддержку боевиков и собирались вступить в их ряды. В Омске задержали пособника Международной террористической организации. Расплата за холодный батарей настигла летом. Прокуратура добивается компенсации мечам, которые в декабре остались без отопления. Уже есть первые судебные решения. Вопросы возникли и у автолюбителей, и у местных жителей. Для того, чтобы будущая конструкция прослужила как можно дольше, рабочие с помощью тяжелой техники укрепляют основания. Закрыт еще один участок бульвара архитекторов. Как его должны объезжать водители и почему работы приходится вести ночью? Креатив от моды до театра. Мы бы хотели говорить, чтобы это был гибридный формат, когда к нам бы приезжали яркие коллективы из других регионов. Чем в этом году будут удивлять организаторы и участники фестиваля «Любинский арт». Амичи проголосовали за смелость и любознательность. Какое имя выбрали для новорожденного кенгуренка в Большереченском зоопарке? В Омске задержали пособника Международной террористической организации. Орудовал мужчина не один. Его пособник – житель Новосибирска. Сообщая, они установили контакт с находящимся в Международном розыске агентом террористической организации. По его поручению организовали денежный сбор для приобретения оружия для боевиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности. Задержанные изучали способы изготовления СВУ, прошли обучение минно-взрывному делу посредством скачанной на мобильные устройства сети интернет специализированной литературы террористической направленности. В дальнейшем фигуранты вынашивали намерения по выезду из России для вступления в ряды исламских террористов. В настоящее время осуществляется комплекс оперативно-следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Омским пенсионерам и людям с инвалидностью возместят моральный ущерб за холодные батареи в декабре 2023-го. Такого решения через суд добилась прокуратура. Установлено, что из-за повреждения системы оборудования ТЭЦ-5 в конце прошлого года без горячей воды и отопления остались десятки многоквартирных домов в центральном Ленинском и Октябрьском округах Омска. В защиту граждан особой категории выступила прокуратура Омской области. Еще в декабре руководитель ведомства Алексей Афанасьев назвал ситуацию с отоплением безответственностью большого бизнеса и взял ее на особый контроль. Теперь за ненадлежащее оказание коммунальных услуг ресурсоснабжающая организация выплатит штраф и компенсирует гражданам моральный вред в размере 9 тысяч рублей в пользу каждого. На данный момент в суды направлены 14 аналогичных исков. Прокуратура продолжает принимать заявления от граждан, которые по состоянию здоровья или силы возраста не могут самостоятельно защитить свои интересы. На сегодняшний день сформирована положительная судебная практика, так как три исковых заявления уже рассмотрены судом. И требования прокурора в заскании и компенсации морального вреда и штрафа в интересах граждан не удовлетворены. Гражданам необходимо обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением, к этому заявлению приложить копию паспорта, пенсионного удостоверения, либо справку, которая подтверждает наличие инвалидности. К заявлению можно также приложить документы, подтверждающие дополнительные расходы из-за отсутствия отопления, например, оплаченные счета за электричество, так как многие были вынуждены обогревать квартиры электроприборами. Еще раз отмечу, что прокуратура по закону вправе обратиться в суд для защиты прав амичей, которые не могут это сделать самостоятельно. По состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам. Амичи, не относящиеся к социально незащищенной категории, могут составить аналогичные иски и самостоятельно обратиться в суд. Схема объезда есть, но водители выбрали свой путь на бульваре архитекторов. Это одна из самых востребованных магистралей города. В рамках масштабной реконструкции улицы закрыли еще один участок дороги. И это добавило новых трудностей автомобилистам. Есть вопросы и у жителей, расположенных рядом домов. Тяжелая техника работает по ночам и мешает спать. Что предусматривает очередной этап реконструкции магистрали. И почему строительные работы приходится вести круглосуточно, расскажет Регина Абузарова. Теперь проезд к одному из крупных торговых центров Левобережья выглядит вот так. Пыль с толбом. Из-за бетонных блоков на бульваре архитекторов автомобилисты устроили самовольный съезд по грунтовке. Так сокращают путь, запрещающий знаки, мало кого останавливают. Есть неудобства. Но пытаемся, бежаем туда и сюда и пока. Но я думаю, это все временно и все будет хорошо. Буквально за пару дней там, где росла трава, теперь следы от шин и колья. Водителям все же рекомендуют пользоваться утвержденными схемами объезда. Мы данные предоставляли, всех информировали. Просто необходимо отнестись с пониманием этого блага города. Что касается блоков, то блоки поставлены согласно схеме. Дорожники выходят на объект даже в темное время суток. А мечи жалуются. Из-за шума, создаваемого техникой, испытывают проблемы со сном. Светлана Шилина говорит, приходится укладывать внука днем во время прогулки. Это единственное время, когда малыш может спокойно уснуть. Шум до такой степени. У меня окна с той стороны, вот в этом доме. А я вот на эту сторону выхожу в зал. И просто как будто вот прям под окнами. Гремит, 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 гремит. Но вот последние дня два-три стало потише. Как заявили в администрации, из-за сжатых сроков реконструкция дороги ведется в круглосуточном режиме. Но к обращениям местных жителей прислушались. И попросили подрядчика выполнять работы в ночное время с минимальным шумовым воздействием. Стараемся работать на участках, где нет многоэтажной застройки. Ну, допустим, сейчас идем к улице Крупской. Не можем остановиться, не дай бог поймаем дождь. Ремонт идет и на других участках магистрали. Так, например, от 70 лет октября до Волгоградской монтируют ливневую канализацию, устанавливают бордюры и укладывают в слой асфальтобетона. Ранее оживленный перекресток сейчас выглядит вот так. Дорогу снесли полностью. И для того, чтобы будущая конструкция прослужила как можно дольше, рабочие с помощью тяжелой техники укрепляют основание. Слава богу, что все так будет. Если откроют, то мы будем рады очень. Нововведения на этом не заканчиваются. Вблизи крупного торгового центра Левобережья оборудуют разворот для троллейбусов. Они поедут по новой контактной сети протяженностью в 10 километров. Увеличится и число полос для автомобилей до 4-6. Кроме того, появится велодорожка длиной более 3 километров. Также остановочные пункты и благоустроенные тротуары. Реконструкция магистрали ведется в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сдать объект планируют к концу этого года. Регина Абузарова, Сергей Гаврилов, 12 канал. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску часа новостей. Смотрите в 19.30. Игра должна быть без слез и травм. Вот такого не должно быть. Это тоже необходимо заменить. Сотрудники прокуратуры инспектируют детские площадки города. Кто отвечает за их безопасность и какие нарушения могут привести к печальным последствиям. Возвращение ястреба в родную стаю. В первую очередь Дамирин написал Шеребзянов. Поздравил с возвращением, так сказать. Эксклюзивное интервью Александра Еремчука уже в первом выпуске новой рубрики «Овервзгляд». А также изменения в составе «Авангарда», которые только ожидаются. В 19.30 обо всем подробно расскажет хоккейный обозреватель Андрей Блохин. Жителям севера региона, которые пострадали в результате паводка из областного бюджета, выплатили уже 86 миллионов рублей. Денавременную компенсацию получили больше 6200 человек. По частичной и полной утрате имущества почти 300 жителей. Глава региона поставил задачу усилить работу за счет выездных групп МФЦ в отдаленные населенные пункты. Сейчас в Усть-Ишимском районе продолжаются восстановительные работы. Чтобы оценить их, Виталий Хоценко выехал на север области. Все подробности в нашем материале. Дезинфекция и просушка домовладений в Ибаргуле идет полным ходом. Процесс отлажен. Технология какая. Закрывает дверь. Все они убрали особо ценную. Да. Кушка зашла. Закрывает окна, двери накочкаривают, как в бане. Потом глушат, выветривают. Финал изнурительной борьбы. Большая вода отступила. Территории, где еще недавно дома были затоплены под потолок, возрождаются ударными темпами. По Усть-Ишимскому району больше не курсируют катера. Под ногами вновь заветная суша. В мае паводок разрушил транспортные артерии. Село Оборгуль стихия накрыла одним из первых. Всего затопило 38 домов. Наша новая улица оказалась самой первой затопленной, причем максимально. У меня во дворе вода была выше моего роста. Виталий Хоценко закрепил населенный пункт за двумя районами. Горьковским и Павлоградским. Главы должны будут как можно скорее сформировать бригады строителей. В первую очередь ремонт домов начнут у пожилых людей. Сейчас МЧС попросим, чтобы они максимально увеличили группировку. У вас здесь было осушение. Добавьте сюда людей. Работы впереди много. У некоторых подпол и сейчас полон воды. Усть-Ишимский район Виталий Хоценко посещает с кабинетом министров. Общение с жителями, чтобы все узнать из первых уст. И сразу же поручение. Вы проплыли сюда, я вам крикнула с хорточки. Здравствуйте, и вы подплыли. Светлана Черемисова вела семейное уютное гнездышко долгие годы. И едва не потеряла за несколько дней. И сейчас в разгаре внеплановый ремонт. В райцентре тем временем дежурят спасатели. Затопленными здесь остаются 9 домов. Отовсюду слышится стук молотка и топора. Беда, говорят местные, сплотила. Помогаем, конечно. Без дела не сидим. Там унести, поднести, включить. Конечно, если попросишь, все помогают. Спасибо большое всем. Специальная комиссия подсчитывает ущерб. Виталий Хоценко поручил нарастить темпы. Это позволит жителям быстрее получить компенсацию за причиненный половодьем ущерб. На днях глава региона продлил сроки подачи обращений, чтобы успели все. В ожидании ремонта и жителей Ашиван. Кто-то и вовсе ждет переезд. Паводок затопил 40 участков из 137. В финал рабочей поездки заседание комиссии по ЧАЭС. Глава Омской области за поддержкой намерен обратиться в федеральные ведомства. Они помогут восстановить не только дома у стишинцев, но также соцобъекты, садики и местные ДК. Обсудили и вопросы подготовки населенных пунктов к зиме. Кроме того, губернатор поставил задачу областному Минприроды и региональному оператору помочь району провести генеральную уборку в поселках, откуда ушла вода. Эту работу нужно завершить в кратчайшие сроки. Ангелина Рунова, Сергей Ленвебер, 12 канал. В Омской области в этом году модернизируют 18 почтовых отделений. Речь как о ремонте действующих помещений, так и о монтаже новых из быстровозводимых модулей. Работа проводится в партнерстве с Почтой России. Областные власти ввели для нее ряд преференций. Например, освободили от уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Отмечу, что почтовые отделения являются очень важным объектом для села. Местом, где люди могут получить социальные и государственные услуги, оплатить связь. Производство зерновых в стране к 2030-му необходимо увеличить до 170 миллионов тонн. Такую задачу аграриям озвучила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она принимает участие в межрегиональном агропромышленном форуме «День сибирского поля». В Алтайский край съехались представители более 300 компаний из регионов России, почти 70 агроснабженческих организаций и заводов машиностроения. Участвуют и делегации из Омской области. Презентуют новые технологии, используемые в отрасли, в том числе новые сорта семян, адаптированные к условиям резкоконтинентального климата. Задача номер один для производителя – осваивать новые земли и повышать плодородие почвы. Сделать это, отметила министр, возможно только за счет слаженной работы с сообществом ученых. Благодаря совместной работе с Минобранауки у нас появилась, наконец, связка агрария и фенауки. Потому что без науки мы так интенсивно уже, конечно, развиваться не сможем. Поэтому здесь, в этом наше будущее. И в этом мы видим дальнейшее развитие, которое будет у нас заложено в отдельные федеральные проекты, которые мы будем делать тоже по поручению президента. По оценкам экспертов, на Сибирский федеральный округ приходится больше 23% от всех посевов на территории страны. При этом основная часть пашин занята зерновыми культурами. Увеличиваются объемы угодий для выращивания овощей и картофеля. В частности, в Омской области планируется возведение теплиц. Это позволит обеспечить свежей зеленью, огурцами и помидорами не только регион, но и выйти на иностранные рынки Китай и Казахстан. К другим темам. Обманывают бойцов СВО, прикрываясь Следственным комитетом. В ведомстве рассказали о новом виде мошенничества. Орудуют злоумышленники в интернете. Создают фейковые сайты, на которых участникам СВО, членам их семьи, обещают содействие в получении положенных выплат. Под таким предлогом у людей выманивают персональные данные, а в последующем просят перевести денежные средства, якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате. В Следственном комитете обращают внимание, что сотрудники ведомства никогда не просят граждан переводить деньги. Поэтому мячам стоит быть бдительными и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в полицию. А все вопросы, касающиеся выплат, готовы бесплатно разъяснить в Фонде защитников Отечества. В Таре завершилась 54-я королева спорта. Это единственная сельская олимпиада в России. Одно из самых ожидаемых спортивных событий региона. В столице праздника определились победители и призеры в семи видах программы. Модзидо, автомногоборье, мотокросс, гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол и футбол. По итогам высшую ступень педестала заняли отряды Омского района, которые стали лидерами в шести видах спортивной программы. Золотая королева мечи завоевали уже в 26-й раз в своей истории. Это рекорд. Обладателями серебряных медалей стали тавричанцы. Бронзу в копилку своего района положили на родной земле спортсмены старой, которым в достижении такого высокого результата очень помогла поддержка своих болельщиков. Буквально на финишном флажке торчане обошли в общекомандном зачете и селькульцев. Добавлю, что королева спорта – это всегда большой праздник. И фееричное шоу – еще один плюс для атлетов и для местных жителей. В подарок остаются обновленные стадион и площадки. Каждый год районы борются и за право проведения спартакиады. В следующем году юбилейную 55-ю королеву спорта примет и селькуль. Ароматные картины, мастер-классы и музыка мечей познакомят с гранями современного искусства. В Омске пройдет второй региональный фестиваль «Любинский арт». Чем будут удивлять на этот раз, рассказали на пресс-конференции организаторы. Четыре тематические зоны – мода, театр, стрит-арт и электронная музыка. МЧС ждут интерактивные спектакли, показ мод, диджейские сеты и мастер-классы. У зрителей будет возможность понаблюдать за рождением произведений искусства. Так, на площадке стрит-арт одновременно 20 художников создадут новые работы на холстах. Удивит и площадка «Арома-арт» – выставка картин, для каждой из которых создадут свой аромат. Так что посетители фестиваля не только увидят современное искусство, но и в прямом смысле этого слова почувствуют его. Добавлю, что «Любинский арт» пройдет уже в эту субботу в сквере имени Дзержинского. И вот это как раз, наверное, тот вектор дальнейшего развития фестиваля, о котором мы бы хотели говорить. Чтобы это был гибридный формат, когда к нам бы приезжали яркие коллективы из других регионов, и формировалась такая конкурентная среда, во-первых, для обогащения и сурмейно-омской культуры, когда можно посмотреть, как оно происходит у коллег, и в то же время возможности мечам послушать не менее яркие коллективы из ближайших регионов. Представьте, что весь сквер имени Дзержинского, он весь будет заполнен. Все газоны будут в креативных сообществах. На каждом из лучей этого большого солнца будут размещаться ремесленники и творческие группы. И поэтому в течение дня будет чем заняться, будет что услышать и куда погрузиться. Ну а сегодня в Омской области стартует молодежный форум «Ритм». Это самая популярная площадка для реализации инновационных проектов молодежи. Пять дней участники проведут на базе лагеря «Березовая роща» и представят свои наработки по перенаправлениям IT, профи, добро, креатив и международность. Отмечу, что заявки на форум прислали не только омичины, жители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Более 400 участников ждет интенсивная образовательная программа, встречи с федеральными экспертами, мастер-классы и лекции. Сюрпризов будет немало. Кроме того, участникам «Ритма» организуют встречи с потенциальными работодателями. А еще благодаря конкурсу «Росмолодежь Грант» участники смогут выиграть финансирование на свой проект в размере до миллиона рублей. Получить такую поддержку форумчане смогут благодаря тому, что Омск в прошлом году стал финалистом отбора названия молодежной столицы России. Сегодня вечером состоится торжественная церемония открытия форума. В расписании Омского аэропорта вновь появится прямой рейс до Красноярска. Полеты возобновляют с 11 августа. Борт будет летать три раза в неделю. По вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Билеты уже доступны к покупке. Цены от 6 тысяч рублей. Добавлю, что год назад в расписании Омского аэропорта уже были рейсы в Красноярск. Лайнеры также летали три раза в неделю. После их количество сократили. А с начала 2024-го прямых вылетов из Омска в Красноярск до сих пор не было. В Большереченском зоопарке выбрали имя для новорожденного кенгуренка. Кличку он получил в день открытия нового вольера. Напомню, конкурс сотрудники Зверинца организовали в социальных сетях. Посетители предлагали варианты в комментариях. А после отобрали тройку лучших и провели голосование. С отрывом более чем в 40 кликов победило имя Арчи. Оно означает смелость и любознательность. Также омичи предлагали крошка ру, филя, коржи, гре и кукуруза. Ну а увидеть Арчи вживую можно уже сейчас. Он наслаждается новой выгульной территорией. Площадка частично засыпана песком. Здесь же высажены деревья и трава, которые кенгру могут питаться. Для удобства гостей зоопарка вольер оборудован панорамными окнами. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра, 16 июля, в Омске переменная облачность. В ночные часы плюс 18-20, днем 25-27 градусов выше нуля. В районах переменная облачность ночью плюс 17-19, дневная температура 23-26. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин